Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Лекс Фридман. И это третий отрывок из моего разговора с Такером Карлсоном, где он прогнозирует, как закончится война в Украине. Если вы хотите посмотреть полный разговор с Такером, пожалуйста, переходите в плейлист Лекс Фридман на русском по ссылке в описании. Там вы найдете полные версии подкастов, которые мы перевели на русский. Если вы включили видео и слышите английский, нажмите, пожалуйста, на шестеренку в углу и выберите русскую дорожку. Большое спасибо Юре с этого канала Карлсон ТВ за его помощь и вообще за то, что он прекрасный человек. И спасибо вам за ваше время и поддержку. А теперь, дорогие друзья, Такер Карлсон. Послушайте, главные вещи, и это моя оценка, другие могут не согласиться. Но главные вещи — это экономика и война, так? Главными вещами, которые делает правительство, в смысле правительство делает много чего, на данный момент оно делает практически все. Где, как и с какой целью мы убиваем людей, и как мы строим экономическую машину, которая удерживает страну на плаву. Это два главных вопроса. В СМИ я почти не слышу дебатов ни по одному из них, и у меня есть особое мнение по каждому из них. К примеру, меня бесит налоговый кодекс, который я считаю несправедливым. Тот факт, что в налоговом кодексе есть лазейка для переносимых процентов, и люди утверждают, что их доход — это инвестиционный доход, а потом платят половину налоговой ставки по сравнению с теми, кто просто ходит на работу каждый день, — это отбивает желание работать. Это поощряет кредитование под проценты, что лично я считаю отвратительным. Я против этого. То, что мы создаём хаос по всему миру, — это самое печальное из происходящего. Никто не чувствует себя свободным, чтобы сказать это. Так что это нехорошо. Чем, по вашему мнению, закончится война на Украине? Урегулированием. Разумным урегулированием. Вы знаете, что такое разумное урегулирование. Это урегулирование, при котором обе стороны чувствуют, что они немного уступают, но могут жить с этим. В разговоре с Путиным меня поразило то, как он, по сути, отказался критиковать Джо Байдена и критиковать НАТО. Скажу честно, мне, как американцу, было бы немного странно обсасывать Джо Байдена с иностранным лидером, любым иностранным лидером. Я не считаю Джо Байдена реальной фигурой или настоящим президентом, всё это ведь нелепо, но всё же формально он американский президент. И я не хочу поносить американского президента с иностранцем. Просто не хочу. Может быть, я старомоден, но я такой, какой есть. Так что я не настаивал, но мне показалось, что это действительно интересно. Конечно же, Путин знал о моих взглядах на Джо Байдена. Он знал, что я подал заявление в ЦРУ, так что они кое-что на меня нарыли. Но он не упомянул об этом, и он не огрызался на НАТО. Причина в том, а я точно это знаю, что он хочет урегулирования. Не потому, что Россия вот-вот развалится, несмотря на ложь наших СМИ, это просто враньё. Никто даже уже не говорит об этом, ведь это глупости. Он хочет этого просто потому, что война — это плохо. Она меняет мир так, что вы не можете предсказать. Погибают люди, и всё это печально. Если вы можете избежать этого, то следует так и поступить. Поэтому я бы желал увидеть такое урегулирование, при котором Россия хотела бы и, наверное, имеет на это право, чтобы на её границе не было натовских ракет. Я не знаю, зачем нам это делать. Я не знаю, что нам это даст. Я даже просто не понимаю этого. Я не понимаю целей НАТО. Я не думаю, что НАТО несёт пользу для Соединённых Штатов. Я считаю, что это посягательство на наш суверенитет. На месте президента США я бы немедленно вышел из НАТО, потому что не думаю, что это поможет США. Я знаю, что многие люди мажут масло на хлеб за счёт НАТО. Но в любом случае, это моё мнение, как американцы. Да даже как и россиянина и украинца. Давайте просто будем суверенными странами, чтобы нами не управлял Госдеп США. Мы и есть наши страны. Так я вижу суверенитет. Я также хочу сказать пару слов о Зеленском. До этого я совершал на него нападки, потому что меня сильно оскорбили его бесцеремонные разговоры о ядерном обмене, потому что в таком случае погибнет моя семья. И я очень оскорблён этим. Любой, кто так говорит, оскорбляет меня. Но я сочувствую Зеленскому. Сочувствую. Он баллотировался в президенты не для того, чтобы это случилось. Я думаю, что Зеленским злоупотребляли Госдепартамент, Виктория Нуланд, наш госсекретарь политики в США, которые использовали Украину как сосуд для своих амбиций, своих геополитических амбиций, а также многие американские компании, которые использовали Украину как способ обмана американских налогоплательщиков. А ещё независимые упыри, вроде Бориса Джонсона, которые надеются разбогатеть на интервью. В центре всего этого Зеленский. Он не рулит историей. Историей рулят НАТО и Соединённые Штаты. Историей рулит Путин. А тут оказался этот парень Зеленский. Так что я ему сочувствую и думаю, что он находится в опасном положении. Считаете ли вы Зеленского героем за то, что он остался в Киеве? Потому что я считаю. На мой взгляд, критиковать можно многое, но также нужно говорить о чём-то явно положительном. Я недавно пытался узнать, насколько часто он бывает в Киеве. Похоже, он очень много, слишком часто находится в Соединённых Штатах. Вы можете дать интервью через Спутник. Вам не обязательно говорить с моим Конгрессом. Вы не американец. Пожалуйста, уезжайте. Это моё мнение, но... А у тебя много Астрот Такер. Нет-нет, я говорю искренне. Это бурлит источник, который никогда не выключается. Но вот, чтобы я сказал о Зеленском. Да, в меру его пребывания на Украине он хороший человек. Джордж Буш-младший сбежал из Вашингтона 11 сентября. Я жил там с тремя детьми, а он сбежал на какую-то базу ВВС в Южной Дакоте. Я считал это трусостью и заявил об этом в то время. Но был атакован за свои слова. Я написал об этом в журнале Нью-Йорк Мэгазин, где у меня тогда была своя колонка. Даже трудно поверить. Но я так считал. Однако, по-моему, основы лидерства очень просты. Первое — это забота о людях, которыми вы руководите. Как отец заботится о своих детях или офицер заботится о своих солдатах, так и президент должен заботиться о своем народе. Это неумолимо ведет к следующему требованию — храбрости, физическому мужеству. И я в это верю. Да, я не похож на какого-то крутого парня, но я считаю, что это очевидно, если вы руководитель. Допустим, я сижу дома и слышу, что кто-то вломился. Я не собираюсь говорить своей жене, дорогая, кто-то проник в дом, иди и разберись. Я сам разберусь с этим, потому что я отец. Если вы президент страны и на вашу столицу напали, как на нашу в Пентагоне, вы что, сбежите? Секретная служба приказала мне это сделать. Сучка, ты здесь главный. Кто здесь папочка? Секретная служба? Я счел это абсолютно презрительным, а потом еще и заявил это, и черт возьми, мне начали читать лекции не только республиканцы, но и демократы. Да вы не понимаете, поставь себя в такое положение. А я такой, ну да, хорошо. Я не знаю, как бы я поступил под влиянием такого огромного стресса. Я понимаю. Я знаю одно, я бы не стал убегать, потому что так нельзя. Если вы не готовы умереть за свою страну, значит вы не должны ее возглавлять. Так что да, если Зеленский действительно находится на Украине большую часть времени, тогда да. Подождите секунду, давайте проясним. Дело не в том, в Украине он или нет большую часть времени. Я думал, в этом и заключается вся суть проблемы. Нет. В начале войны, когда многие люди думали, что вторая по величине армия мира наводит свой прицел на Киев, собирается его взять. И человек, лидер, который остается в столице и говорит, похер. В то время, когда все вокруг твердят ему, беги, все вокруг считают, что город будет взят или, по крайней мере, разрушен. Его сравняют с землей, артиллерия, бомбы и все это. Он решает остаться. Вот вы знаете многих лидеров. Сколько из них решили бы остаться? Лидер Афганистана, поддерживаемый США, когда пришли талибы, сел в американский самолет с американскими долларами и сбежал. И теперь живет на эти доллары. Так что другие проявляют трусость. Для него это плюс. Я же, наверное, смотрю на это несколько иначе. Если ты лидер страны, то какие у тебя варианты? Ты не можешь уйти? Сталин никогда не покидал Москву во время войны. Насколько вам известно, она была в окружении немцев практически год, но он не уехал. Когда я был в России, мне говорили, Сталин никогда не уезжал. Но, конечно, он ведь лидер страны. Я имею в виду, что это стандартные требования, разумеется. Но вы подняли интересный вопрос, который напрашивается сам собой. А как же Киев? Вы думаете, что русские не смогут сравнять Киев с землей? Очевидно же, что могут. Но почему не сравняли? Могли, но не сделали этого. Ответ находится в военной плоскости. Городские бои чрезвычайно сложны. А вы считаете, что Путин хочет взять Киев? Нет. Я думаю, он ожидал, что Зеленский сбежит, и к власти придет кто-то другой. Да, возможно, это совершенно верно. Я не знаю. Я понятия не имею, о чем думал Путин, когда это задумывал. В смысле, о Зеленском. Я его не спрашивал. Но было бы ошибкой считать, что это столкновение Путина и Зеленского. Это столкновение Путина с госдепом США. Вот почему я сказал, что мне его жаль. Ведь, как я уже говорил, мы в буквальном смысле оплачиваем пенсии украинских бюрократов. Так что без правительства США никакого независимого украинского правительства просто не существует. Может вы за, может вы против, но вы не можете поддерживать это, когда говорите в контексте демократии. Так как, очевидно же, это не демократия. Интересно, почему он не стал широко распространяться о НАТО? Он хочет урегулирования, он хочет договориться. Он не хочет воевать с ними на словах, а просто хочет добиться своего. Он сделал кучу предложений о заключении мирного соглашения. Мы бы даже не узнали, что это произошло, если бы израильтяне не рассказали нам. Я очень благодарен, что они это сделали. Госдепартамент направил Джонсона, чтобы остановить это. Ну, то есть, я считаю Бориса Джонсона ничтожеством. Но представьте, если бы вы были Борисом Джонсоном и ходили бы всю жизнь с флагом Украины на груди, я за Украину, а потом... Все эти дети погибли из-за того, что вы сделали. При том, что линия фронта ни капли не изменилась. Это не будет победой для Украины. Как вы будете себя чувствовать после всего, что сделали? В смысле, я много дерьма натворил в своей жизни и до сих пор чувствую себя не очень. Но я никогда не продлевал войну без причины. На мой взгляд, это довольно тяжкий грех. Да, это был провал. Но это не значит, что вы не можете добиться успеха, если лидеры продолжают и продолжают вести переговоры. Правительство США запрещает переговоры. И для меня это самое обидное. В конце концов, что бы ни делала Россия, я к этому не причастен. Что бы ни делала Украина, я к этому не причастен. Я не россиянин и не украинец. Я американец, который вырос и действительно верил в свою страну. Я поддерживаю свою страну своими налогами. Мне не все равно, что делает правительство США, так как оно делает это от моего имени. И мне не все равно, потому что я американец. Мы препятствуем миру. Другими словами, это означает, что мы ответственны за всех этих невинных людей, которых вылавливают в общественных парках в Киеве и отправляют на убой. Это нехорошо. Мне за это стыдно.